Друзья, привет! С вами Никита, компания Сферокар и сегодня у нас Ниссан Куб. Это первый куб на нашем канале. Ранее мы эти машины никогда не снимали почему-то, хоть и возим их, хочется сказать, часто. Не часто. Возим, на самом деле, довольно-таки редко встречаются заказы, но хочется разобраться почему, потому что машина действительно очень и очень интересная. С одной стороны хэтчбэк, с другой стороны полуфургон. Ответ Honda SMX, возможно, Honda Freed, Freed Spike и Toyota BB. Сегодняшний автомобиль у нас третьего поколения, с 17-го года выпуска. Это передний привод и мотор с объемом полтора литра. Давайте разбираться. Друзья, машина интересная, но очень стабильная. С 2008 года она выпускается в этом поколении, но я скажу, что от прошлого поколения отличается не особенно. Во втором поколении было два рестайлинга, которые также чуть-чуть видоизменялись и третье поколение недалеко от него шагнуло по визуалу так в первую очередь. Точно такая же машина практически. Кстати говоря, в разработке Nissan Coupe принимал участие дизайнер, который в дальнейшем стал работать с Nissan Europa и Nissan America. Он, по-моему, сам кубинец. И, в общем, грубо говоря, именно поэтому машина получилась такой интересной и необычной по дизайну. Ну, собственно говоря, как и ее название. Здесь оно говорящие за себя. Машина действительно внешне напоминает кубик. По передней части автомобиль выглядит простовато. Может быть, кому-то покажется. Но, на самом деле, вот эти вот черты такие полу... Такие, знаете, защитные, агрессивные. Такой, как будто... Вот что такое? Все защита закрыта. Решетка практически. Ничего тут не попадет. Такой полумаленький броневик. Ну, у меня вот такие какие-то ощущения вылазят. Точно то же самое могу сказать о вот этих колпаках. Это не литье. Это колпаки, которые также выглядят, да, как оборонительные. Это вот кубинские нотки, наверное, дизайнера. Сбоку машина также у нас квадратная, хочется сказать, кубическая, потому что это у нас что? Nissan Cube. Абсолютно два одинаковых овала. Двери от крыши до самого пола, которые реально огромные. Посмотрите на нее. Огромная дверь с маленькими окошками, чтобы от оппозиционеров отбиваться, отстреливаться с этой машины. С правой стороны у нас заглушка. Точно такая же история встречается у нас на Honda Freed Spike. Непонятно, почему это сделали. Экономят, может быть, темноту в салоне, иначе будет слишком светло в багажнике. Непонятно. Если, друзья, кто-то знает, почему вот на таких версиях делают с одной стороны заглушку, с другой полноценное стекло, пишите в комментариях, почитаем, может быть, образуемся. У нас остались, кстати говоря, следы от установленных ранее на крышу. По Японии кто-то гонял, видимо, с рейлингами. Возможно, возил какой-нибудь бокс, пенал, как у нас на пробоксе. Или какие-нибудь багажные системы для великов, сноубордов и так далее. Ну, я вижу, что ты хочешь прямо, чтобы я сказал про эту штуку. Посмотрите, это не простой куб у нас. Сегодня куб тюнинг эдишн, потому что у нас карбоновая антенка. И если помните обзор про солио-бандит, вы не бандит, пока у вас вот так. Да? Вот, все по-пацански. Пойдем дальше. Задняя часть тоже очень своеобразная. Такая же, как и в прошлом поколении, и в двух его рестайлингах. Что сразу же бросается в глаза, это, конечно же, квадратность. Я бы сказал, кубичность, но я уже говорил ранее. То есть, он у нас сзади такой же квадратный, как и сбоку. Что мы видим в капоте? Мотор HR-15. Это единственная техническая база у них. Бывают на полном приводе точно с таким же мотором. Мощность у него 111-113 лошадиных сил. Даже в старых поколениях она шла 109 лошадиных сил. Чуть-чуть там изменили у нас систему впрыска. Несколько лошадей у нас прилипает. То есть, чем свежее машина, тем мощнее вы ее получите. Но разница в 4 лошадиные силы, я думаю, никому огромной роли не сыграет. Все версии у нас компонуются вариатором. Ниссановским, CVT-шным. Лейте оригинальную жидкость. С Ниссанами, ну, тоже как бы не шутите. Вот, очень много аналогов предлагают, но здесь будьте осторожны. И вот эти вариаторы прослужат хорошо. Полторашка, передний привод. При таком объеме кузова вполне хватает. И, как бы, здесь ничего сюда можно и не придумать. Есть интересный факт, что кубы выпускались также и в Англии, в Америке. И в некоторых странах делали объем 1,6 литров. Где-то, по-моему, даже 1,8. Кому интересно, почитайте. Но возвращаемся в Японию. Кстати говоря, платформа у него, грубо говоря, если брать коляску, да, от Ниссан Матч. Только увеличили, 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 закубичили. И сделали вот такую максимально оборотнительную кубинскую тачку. Друзья, давайте провалимся просто в салон этой тачки. Потому что это как старый добрый краун, который вот тот еще 88-го года, знаете, на пружинных сидушках. То есть сюда реально провалишься как на кровать. Да у меня кровать дома жестче. Это нереально мягкая просто посадка. Не знаю, во всех версиях он или нет. Такой мягкий, комфортный. Кстати говоря, клиент хотел именно светлый салон. То есть вот эти вот светлые панельки и вот такого цвета обивку. Ну, такой, конечно, спорный дизайн, я бы сказал, кубинский максимально. Вот как фильтр от сигареты выглядит. Но зато он безумно мягкий. И это просто кайф. Кстати говоря, он у нас делается сплошным диваном. Не сильно, конечно, комфортно будет сидеть посередине. Вот, здесь есть очень интересный подстаканник, куда нельзя ставить стаканы. Обратите внимание, здесь прям нарисовано стаканы, в подстаканник не ставить. Для чего его сделали такой формы, остается только догадываться, это все для третьего пассажира. Классно, что куб дает нам выбор. Хочешь, у тебя диван, едешь вот так. Хочешь, у тебя нормальная сидушка с подлокотником, в котором, кстати говоря, как его открыть? Нормальный такой сундучок, вещевой ящик. Туда какие-нибудь салфетки можно положить. Вот эти квадратные пачки сюда отлично влазят. В общем, ощущение от салона реально, что вы едете в каком-то небольшом хаммере. То есть, место дофига, потолки высоченные. Кстати говоря, очень классная штука, да, смотрите на потолок. И вот эти вот текстурные рельефные кружки, да, еще когда у вас ночью включается свет, он прям вот так. Очень объемно и классно выглядит. Вот это прям фишка, которая, по-моему, только в кубах есть. По комплектациям кубы, как и все Nissan, тоже есть попроще, есть пожирнее, как и все машины, в принципе. Самой простой комплектацией у вас здесь будет три крутилочки, да, у вас будет ключевой запуск. Да, будете вставлять ключик. Здесь же у нас бесключевой, нормальный климат-контроль, такой же, в принципе, как в Nissan Note, да, свеженьком. Двухдиновая магнитола, которую можно снять, поставить любую по вашему желанию. Кнопочка старт, давайте запустим, кстати говоря. Белый руль, кожаный. По материалам вообще никаких претензий нет. Ну, блин, но сидушки, они просто подкупают, это прям мега комфорт. Вот, говорят, что у Nissan салон простоват, но здесь прям пластик даже такой. Я думаю, он даже зимой дребезжать не будет. Честно, мне нравится салон больше, чем внешка у этой машины. Очень красиво сделали приборную панель. Отдельно у нас подсвечивается спидометр, отдельно тахометр. Не в том плане, что отдельно вот эта новость. А разными цветами и, ну, прям, очень комфортными. Такой серый переходящийся. Короче говоря, вот даже вот эта стандартная янтарная подсветка, Nissan, которая не тулят везде, а в Dualis, Qashqai, Nissan Match, но вот везде-везде-везде, которая уже приелась. Вот ее очень классно разбавляет здесь вот этот вот синий цвет. Ночью, наверное, вообще выглядит бомбически просто. О, слушайте, сзади места тоже полным-полно. Цвет меня все-таки смущает, но сидушки сзади такие же комфортные, как и спереди. Очень и очень мягкие. Реально, я ни в одном хэтчбеке таких мягких сидушек не видел. Я буду повторять это, блин, пока не устану. У нас есть такой же практически, как спереди, подлокотник, только с двумя подстаканниками, в которые, я надеюсь, уже можно ставить стаканы. Подстаканники в дверях. Машина располагает просто к алкоголизму и к распитию всего подряд. Черный пол, кстати говоря, это тоже классно. При светлом салоне, когда японцы сохраняют черный пол, мы понимаем, что это все-таки не то, чтобы там сферические дизайнеры, вот эти вот кубинские, но еще и логика присутствовала в этой машине, поэтому о практичности тоже подумали. Интересный факт. Мне тут сообщили, что их не бывает с черными потолками. Непонятно, почему долго очень японцы приходили вообще к тому, что потребителю нужен черный потолок, все по ним с ума сходят. Я думаю, если куб был бы с черным потолком, все бы просто одни кубы бы ездили у нас по городу. Обратите внимание на вот такую вещь. Стекло у нас внутри более квадратное, чем снаружи. Я имею в виду, что... О, нифига себе, посмотрите. Все рассчитали, вот молодцы. Вы открываете стекло, и у вас остается вот такой вот кусок вот этого ограничителя, который снаружи, не знаю, это не доделали, не дорассчитали дизайнер, но от японцев такое вряд ли можно ожидать. Ну, или это специально. Ну, вот это, по-моему, это, по-моему, косичок. Кстати говоря, у нас открывается примерно половина стекла, ну, процентов, наверное, 70, да, и процентов 20 у вас остается глухая форточка. Так, что у нас с багажником? Очень легко распахивается дверь. Здесь классный ограничитель стоит. Блин, слушайте, в этой машине все хочется, что-то дергать, шатать, она прям располагает. Здесь есть очень классный кармашек, в который можно складывать всякую ерунду, которая у вас будет дребезжать потом на колдобинах вот в этой штуке прям отвратительно. Когда стоишь рядом с этой дверью, есть ощущение, как в этом, знаете, в салуне. Такие, когда распахиваются двери, и вот так вот в некоторых туалетах еще такое бывает, коленки торчат, под низом стоишь такой. Ну, хочется почему-то интуитивно, чтобы она была ниже. Не знаю, чтобы, может быть, стопори открывались дверью. Почему мне вообще интуитивно хочется дверь ниже, не знаю. В общем, когда мы открываем багажник, видим то же самое, и опять же, у нас тут провал. То есть, почему нельзя было сделать вот так. Ну, видимо, для того, чтобы возить картошку, мы от этого никак не отойдем. Картошку, рассаду можно ссыпать сюда просто как в ящик. Посмотрите, здесь вот столько просто. Притом, при всем, у нас еще остается еще глубже ниша для запасного колеса, которое здесь также есть. И это для хэтчбека, который привезен в Россию, умирать очень-очень большой плюс. Друзья, сидушки складываются. Складываются, но только вот так. Уверяю, я обыскал все. Если есть какой-то секрет, и они еще убираются вперед, блин, расскажите как, потому что я вообще не могу понять. Очень кажется интуитивно, что они вот так вот складываются, и здесь получается грузовой, грубо говоря, фургон для коз. Но в крайнем случае их можно просто снять, если все-таки без козы никак. То да, вот так. А так, ну, просто у вас побольше места. При том, что потолок очень-очень высоченный, и можно еще присобачить на крышу багажника. В общем, места хватает, но хочется сложить почему-то сидушки еще сильнее. Посмотрите внимание на... Обратите внимание на вот этот селектор. Он прям, он прям такой, как на зеле коробка. Вот хочется что-то сказать про управление тачкой. Да ничего не могу сказать. Нормальное, абсолютно. Вот ничего прям супер-классного, кроме сидушек, которые меня прям... Блин, я в них тону. Нормально. Нормальный полтора литровый хэтчбэк-фургон. Рулится легко. Обзора завались просто. Кажется здоровенными вот эти стойки, в которых пищалки вмонтированы. Плюс еще вот эта пластмасска. Маленькое зеркало, но, блин, достаточно. Обзора более чем хватает. Спереди, кстати, такая же фигня вот с этими штуками. Пластмассовыми, да, которые у нас больше, чем стекло. Притопим немножко. Ну, конечно, гоночным его тоже не назовешь. Хоть и полторашка. Едет так же примерно, как и нот с объемом 1-2. Возможно, просто потому, что он больше, тяжелее. Зато у вас вот такие шикарные хаммерские практически стекла. Маленький хаммер, реально. Даже такой же подоконник вот этот огроменный. Вот так вот на уровне подбородка у вас. Реально прям сюда в зенитку поставить, отстреливаться. Классная тачка. В общем, мне нравится. Сидушки в топ просто. Надо вот себе в бухловоз такие сидушки поставить. Вот этот красавчик обошелся нам в 660 тысяч рублей. С учетом глонасс, всего-всего-всего, таможни и остального. Но эта машина у нас с 17-го года. От 600 тысяч можно, в принципе, выбирать кубы. И это потрясающая новость для полтора литрового хэтчбека. Полу-хэтчбека, полу, ну, я не знаю, фургона, может быть. Ну, то есть с таким просторным салоном, хэтчбеком его, ну, очень-очень сложно назвать. Еще и мотор полтора литра. Едет машина превосходно. Вспомните, какие супер мягкие там сидушки. И вы просто офигеете. За 650 тысяч рублей, друзья, что еще можно вот такого взять. А я расскажу вам, что. Практический аналог куба это хонда фрид спайк. Хонда фрид спайк можно взять примерно в те же самые деньги. Это будет версия полтора литра. Передний привод на базе фита второго поколения. Но в этот же бюджет получится взять фрида только года 2012-го, 2014-го, 2016-го и 2017-х годов. Там уже пошло новое поколение, и цены за них уже к миллиону подскочили практически сразу. Toyota BB. То же самый, практически кубик. Примерно в те же самые деньги, но опять же годами машина будет старше. Поэтому идеальный вариант. Честно, я бы выбирал себе хэтчбэк для города, для себя и для семьи. Отличный вариант. Блин, но сидушки меня просто парализовали. Друзья, в общем, если выбираете себе классный, просторный хэтчбэк-фургон, обратите обязательно внимание на кубиков. Они более чем достойны вашего внимания. В Японии всегда есть выбор для каждого. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки. И до новых встреч. Субтитры предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Гар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.